Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Аллилуйя, аллилуйя. Знаешь, действительно, когда ты соединяешься с Богом, ты соединяешься с Его жизнью, эта жизнь, она пробуждает тебя. Знаешь, так важно войти в Божий поток. Мы пели о Божьем потоке. Потому что, почему мы иногда, те, кто ведут прославление, говорят там, давайте сделайте так, давайте сделайте вот так, да сделайте вот так, да. И некоторые люди, они не понимают, зачем им это говорят. Говорят, я не хочу делать ни так, ни этак, ни вообще никак. И Бог нам всегда говорит, что есть духовный мир, есть материальный мир. Аминь. И Слово Божие, говорит, Иисус сказал, что Бог есть Дух. Скажи, Бог есть Дух. И поклоняющийся Ему поклоняются в Духе и в истине. В Духе и в истине. Ключевое слово в Духе. Поклоняются в Духе. Понимаешь, это духовный мир, который создал Господь. Духовный мир. Это Дух Святой, который живет в нас. Но мы знаем, что плоть, она противится Духу. И понимаешь, вот этот момент переключения, чтобы ты как бы из плотского, материального переключился на духовное. Чтобы ты и я, мы могли войти в этот Божий поток. Потому что мы приносим духовные жертвы Богу. Поклонение – это духовные жертвы. Знаешь, мы не приводим баранов сейчас, слава Богу. Надо было баранов, как приводили в Ветхом Завете. Бараны, коровы, стада надо было вести, надо было столько, знаете, работы делать. Но это был все про образ духовных жертв. В Новом Завете мы этого не делаем. Но в Новом Завете Бог говорит о духовных жертвах. В Новом Завете Бог говорит вообще много о духовных вещах. Почему? Потому что Иисус сказал, помните, Никодим, который видел Иисуса и говорил, «О, ты делаешь великие чудеса, учитель! Человек не может делать такие чудеса!» Его что впечатлило, Никодима? Что его впечатлило? Его впечатлили чудеса. Что такое чудеса, да? Чудеса – это то, что не может сделать человек. Это понятно. Человек не может сделать, и он видел, как Иисус исцеляет, как они, как они, та самая, открываются глаза слепых, хромых, как они там воскресают из мертвых. Да, то есть, он говорит, человек этого не может делать. Человек не может делать этого. Это понятно каждому нормальному человеку, что это не может делать человек. Это делает Бог. А что Ему говорит Иисус? А Иисус Ему говорит, что ты тоже можешь стать духовным человеком. Но Он говорит, тебе нужно родиться от Духа Божьего. Потому что рожденная плоть, Он говорит, есть плоть, да. По человеческой плоти, по человеческим силам мы этого сделать не можем. Но Он говорит, рожденная от Духа есть Дух. Слава Богу! И сегодня, когда я говорю о духовном и материальном, знаете, Бог всегда подчеркивает духовное. Почему? Потому что материально мы и так все знаем. Мы в материальном родились, мы в материальном учились. И люди, они очень хорошо изучают материальный мир. Есть множество направлений различных ученых, различных наук, да, есть биология, химия, физика, астрономия и так далее, и так далее. То есть огромное количество ученых людей изучают материальный мир. Они делают открытия, они пишут диссертации, научные труды, они создают то, чего еще, может быть, не было, да, электричество, свет, лампочки, машины, самолеты и так далее, и так далее. Человек познает материальный мир и творит в этом материальном мире. Но Бог говорит, что мы не только материальные, мы духовные еще. В первом послании в Санкинском написано, что и дух, и душа, и тело. И на первом месте идет дух. Аминь. Потом идет душа, потом идет тело. У нас же все наоборот. Сначала тело, потом моя душа, а потом уже что останется духу. И мы так мало знаем духовный мир, потому что мы не сосредоточены на духовном мире. Мы мало понимаем духовных принципов, духовных законов. И когда нам здесь говорят, например, надо вот так сделать, надо так сделать. Многие люди, они пришли по плоти, они стоят по плоти, они слушают по плоти, и они не могут войти в духовный поток. И если ты не ходишь в духовный поток, ты теряешь здесь время зря. Поэтому прославляющие, они помогают. Они помогают нам переключиться с материального на духовного, со своей плоти, с себя, со своего «я не хочу, мне там жарко, мне холодно, у меня болит живот, мне вообще ничего не хочется». Переключить тебя и меня переключить на Бога. Потому что Иисус сказал, Бог есть дух. «И ему поклоняются в духе». Ему не поклоняются просто в плоти. Знаете, может быть прославление двигаться не в духе. Может быть такое. Не могут быть, петь просто песенки и как бы вот эти песни. Не могут быть христианские песни, друзья. Про Бога могут быть песни. Но там нет потока. Понимаете? Там нет потока. Они могут, нам нравятся эти песни. Мы часто говорим, о, мне так нравится эта песня. А мне нравится вот эта песня. А мне нравится та песня. Но мы должны понять, что эти песни не для нас. Хотя не для нас тоже. Но мы их адресуем Богу. Это же духовные жертвы. Аминь. Мы кому поклоняемся? Мы поклоняемся Богу. Мы приносим Ему духовные жертвы. Поэтому, когда ты пришел сюда, ты не на концерт же пришел. Не на лекцию послушать слово. Ты пришел встретиться с Богом. Аминь. И поэтому, что предшествует этому, как написано, во врата мы сходим со словословием. Мы во дворы идем с хвалою. О чем это говорится? Что Бог за забором сидит? Где Он находится? Что Ему надо через забор, через двор? Это же все метафоры нашего приближения к Богу. Дворы, врата. Это все вещественное, материальное, как бы, да? Но из этого мы должны прийти в святое святых. Мы должны прийти туда, где Господь. А где Он, Господь? Он всегда здесь. Но Он говорит, что вы должны соприкоснуться с духовным миром. С духовным миром. И вы входите туда по определенным духовным законам. Да, нам, может быть, не хочется, нам не нравится Бог, но без этого ключа вы туда не войдете. И если вы не войдете в соприкосновение с Богом, то вы и не получите духовного благословения. А ведь нам написано, что мы благословлены всяким духовным благословением. Знаешь, мы часто радуемся материальным благословениям. Кому-то подарили там ботинки, он говорит, слава Богу, мне подарили ботинки. Мне так нравятся эти ботинки. Слава Богу, конечно. Ты что же против твоих ботинок, да? Что у тебя новые ботинки, слава Богу. Но ты понимаешь, что Бог хочет нам показать, что все приходит из духовного мира. Даже твои ботинки, они пришли из духовного мира. Нет, мне их купили в магазине, ты говоришь. Да, их купили в магазине. Ну, кто тебе их купил? Кого побудил Бог купить тебе ботинки? И почему Он тебе купил эти ботинки? Аминь. По какой причине Он тебе их купил? По причине того, что Бог расположил чье-то сердце. Бог кому-то сказал, я хочу благословить этого брата или эту сестру. Если ты послушал, опять же, Духу Святому, ты это сделал. Если ты не послушал, ты проигнорируй, рассказал. Да зачем ему нужны ботинки? У него есть ботинки. Я это просто говорю условно, потому что, когда мы тормозим в духовном, мы теряем в материальном. Я думаю, что многие люди были бы гораздо больше благословлены, если бы мы все слушали Дух Святой. Когда Дух Святой говорит, помоги вот этому, или благослови того, или сделай вот так-то, да? Если мы чувствительны, если мы послушны, эти благословения, они приходят. Аминь. И их было бы гораздо больше, если бы мы были более и более чувствительны и послушны Духу Святому. Аминь. И поэтому, когда мы говорим о духовном, материальном мире, здесь мы сталкиваемся с материальным и духовным миром. Потому что человек – дух, душа и тело. У нас есть материальное – наше тело. Но у нас есть и духовное – наша душа. Аминь. И мы встречаемся с Богом на уровне нашего духа. И также на уровне нашей души. Потому что Бог говорит нам через мысли. Я не знаю, это очень редко бывает, когда вот тебе явился горящий куст, зашел в церковь, горящий куст, загорелся здесь, колонка загорелась. Говорит, так говорит Господь. Говорит, надо тушить, надо тушить. Говорит, да не тушите, это я вам просто хочу сказать, не несите огнетушителей. Она не сгорит, да? Так часто было во время пробуждений, да? Так было в книге «Деяния апостолов», когда языки огненные сошли на апостолов, когда они там молились. Аминь. Но это же был не физический огонь. Иначе бы они все в пепел превратились. Мы больше бы не узнали. Это был бы первый крематорий, наверное. А не первая церковь. Но это были духовные языки, да? Они были видимы, но они пришли из духовного мира, потому что Бог, что? Бог дал свою печать Духа Святого. Аминь. И после этого мы читаем, «Духом пламенейте, Господу служите». Да, мы служим во плоти, но Бог говорит, если твой Дух не горит, это служение Богу не нужно. Ты понимаешь, как важно понимать духовные вещи, духовные принципы. И когда здесь идет поклонение, и когда Бог принимает это поклонение, приходит присутствие Бога, как печать, потому что Дух Святой олицетворяет печать, что Бог говорит, я принимаю эту жертву. Я принимаю эту жертву. И Дух Святой говорит нам о том, что Бог принял. И мы говорим, какое было присутствие, да? Какое было помазание, какое было движение. Почему? Потому что мы угодили Богу, и Бог это принял. И поэтому также на нашей жизни, друзья, есть люди помазанные. И это помазание говорит, что я помазал этих людей. Для чего? Для определенных служений, для определенного действия. Как Иисус говорил, что Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня. Аминь. Да, Он был как человек, Он был во всем подобен нам, но помазание или сила Святого Духа, она делала эти чудеса. Она делала Его непохожим на всех фарисеев и книжников. И они не могли понять, почему Он это может делать. А они, читая ту же Тору, также молятся, у них этого нет. И поэтому у них была зависть. Они завидовали Его. Они так завидовали, что они хотели Его убить, и они убили Его в сущности. Понимаете? Вы знаете, что вот именно вот эта реакция, она всегда происходит. Духовный мир, который создал Господь в начале, да, Он был наполнен только Богом и Его ангелами. Но когда произошел мятеж, когда Люцифер восстал против Бога, и написано, Он увлек треть ангелов, то возникло другое еще царство духовное. Царство света и царство тьмы. И с этого момента началось противостояние двух царств. И по сей день идет это противостояние. И когда Бог сотворил землю, она тоже была прекрасна, она была совершенна, она была названа садом или раем. Поэтому для каждого человека рай – это самое лучшее место. Говорит, это рай. Это рай. Как мы говорим, что лучше не бывает? Это рай. Опять, пока туда не пришел дьявол, да, пока он не обманул человека, и человек не отдал ему власть, и он потерял, потерял свою духовную славу. И что стал делать человек? Он стал просто пахать. Почему? Потому что Бог так сказал, что земля, теперь она не будет такой землей, как раньше. Материальное попало под проклятие. Понимаете? И мы много читаем, что материальное – это зло, материальное – это материальное. Но Бог не создал материальное, как зло. Понимаете? Просто сердце человека изменилось, и вместо Бога, написано, вместо Творца, не поклонялись твари. Ну, не в твари, что самое плохое. Мы говорим, ну, ты тварь, да? В смысле творению, в смысле материальному, да, вместо духовного Бога, они заменили его на видимое, на материальное, и они стали поклоняться материальному. И вот эта материальность сейчас, она очень сильна везде, во всех странах, по всему миру. Почему Бог говорит, вы не можете служить Богу и мамоне? Потому что мамона, это как раз-таки представляет зависимость человека от материального, от денег, от богатства, от власти, но независимость от Бога. И это такая большая сила, что Иисус говорит, посмотрите, что Иисус говорит, Он сравнивает Бога и мамону. То есть это не какая-то козявка мамона там. Он говорит, вы не можете служить Богу и мамоне. Почему я об этом говорю? Потому что, если мы прилеплены к материальному, как мы были всегда раньше прилеплены, и многие сейчас прилеплены, и если взять наши молитвенные нужды, там в основном мы молимся за материальные вещи. Скажите мне, аминь. В этом нет ничего плохого, молиться за материальное. Но вы знаете, Писание нам всегда говорит, что есть что-то главное. Есть что-то главное, потому что из невидимого произошло видимое. Из невидимого. Из какого невидимого? Из духовного. Да? Из духовного произошло. И поэтому, когда Иисус говорит своим ученикам, Он говорит, прежде всего, прежде всего, что прежде всего? Самолеты, да, или что? Прежде всего, говорит, ищите Царство Божье. Прежде всего. А перед этим Он говорит, посмотрите, как живут язычники, то есть неверующие, как они живут, что занимает сердце, мысли и жизнь. Язычник или неверующий человек говорит, они ищут во что им, что им поесть, что им попить и во что одеться. Три главные вещи, которые занимают жизнь язычника. Но вы, говорит, не такие. У вас есть понимание Царства, духовного Царства. Аминь. И Он говорит, ищите прежде духовного, ищите Бога, ищите, познавайте, вот как ученые, познают там они то, познают, что у нас в носу, что у нас в ухе. Я так шучу. Ну просто они там детально так исследуют, они вам все расскажут, что у нас в носу. Ты говоришь, да у меня тоже есть нос, но ты не знаешь, что у тебя в носу. Тем более, что у тебя в ухе. Ты тоже этого не знаешь. Они тебе все расскажут, зачем у тебя то, зачем это. Но я говорю, потому что мы мало познаем Бога. Мы мало познаем того, от которого зависит все. Поэтому Иисус говорит, познавайте Его, Бога. Познавайте Его закон, Его Царство. Потому что остальное, чего ищут люди материального, оно даже просто будет вам прикладываться как бонус. Почему? Потому что материальный мир зависит от духовного мира. Потому что духовный мир влияет на материальный мир. Но мы почему-то упрямо продолжаем сосредотачиваться на материальном мире и оставляем минимум познанию духовного. Но Иисус говорит, так не должно быть. И если мы этого не поймем, если мы не изменим свой образ жизни и мысли, то мы будем всегда оставаться в пролете. В пролете. То есть все будет пролетать мимо нас. Но я верю, что мы здесь люди духовные. Аминь. Вы духовные люди? Вы же пришли духовной пищи поесть, правда? Духовного питья, напиться. Аминь. Слава Богу. Я вернусь немножечко и я прочитаю несколько стихов. Потому что познавая Бога и познавая Его мир и познавая Его Царство, мы также познаем самих себя, друзья. Мы никогда себя не познаем. Там, припреди к любому человеку, который анатомию человека изучает, он тебе расскажет, там, у тебя здесь стол, у тебя здесь вот это. Но он не знает главного. Помните, мы в прошлый раз говорили, что нас лечат, но не исцеляют. Лечат. То есть они имеют дело с материальным. Люди научены материальному мышлению, материальной науке. И если врач лечит какую-то болезнь, он прежде всего говорит, где у вас болит? Что у вас болит? Говорит, доктор, у меня болит это. И мы объясняем, что у меня болит. И мы много-много говорили, что болезнь – это только сигнал. Сигнал проблемы, которая есть в определенном участке нашего тела, но источник проблемы, он может быть совсем не в нашем теле, он может быть в нашей души, он может быть в наследственности. То есть все уходит куда? В духовное. Понимаете? И если в духовном ничего не изменяется, то и в физическом ничего не изменяется. Если в духовном изменяется, то и в физическом изменяется. Поэтому то, что делают врачи, да, они лечат, они исцеляют, лечат материально, как бы они хотят просто подавить. Самое главное, как и мы хотим, когда у нас есть боль, нам хочется просто, чтобы у нас не болело. Все. У нас не болит, мы довольны. А мы не задумываемся, а где причина, да, а где источник. И мы говорили, что 87% болезней, они из-за проблемы души, да. А душа – это тоже связано с духовным миром, потому что наши мысли, они нематериальны. Наша душа, она нематериальна. Наши эмоции, они нематериальны, их нельзя потрогать, правда, их нельзя пощупать. И поэтому Бог хочет, чтобы мы познали Его. Потому что познавая Его, познавая Его мир, познавая Его законы, мы также познаем себя. Почему? Потому что мы устроены по образу и подобию Бога. И не зная Бога, мы ни себя никогда не узнаем. Мы не поймем, что Бог хочет сделать в нашей жизни, что и как Бог хочет сделать в нашей жизни. Я вам прочитаю из послания к Римлянам, 11 глава, 33 стих. «О, бездна богатства и премудрости и веденья Божьего, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему?» Знаете, здесь вот говорится именно «бездна богатства». Слово «бездна» – это бесконечность. В прямом смысле нет дна без чего? Бездна. Если у тебя ведро без дна, сколько ты туда не лей, оно никогда не наполнится. И вот он сравнивает, что Бог, Он бесконечен. Его мудрость, она бесконечна. Его ведение, оно бесконечное. Но Бог призывает познавать. Познавать Его. Аминь. Познавать Бога, познавать Его пути. Почему апостол Павел, он молится и он говорит, что «О, чтобы дух премудрости, откровения наконец-таки у тебя был, что Бог просветил очи твоего сердца, чтобы мы увидели, чтобы мы узнали, что у нас есть, какое богатство наследие, как безмерное величие Его могущества». Почему он об этом говорит? Потому что верующие этого не знали. Они смотрели на себя в зеркало, говорят, ну вот это я. А Бог говорит, нет, это не только ты, в тебе еще Бог есть. И если ты не познаешь, какой Бог, ты не познаешь, какой и ты, и что ты можешь сделать вместе с Богом. Аминь. Потому что всегда есть противостояние духовному познанию. Мы говорили в римлянам, что есть мысли, которые противятся познанию Бога. Что думаете, они сами по себе, что ли, противятся? Нет. Они противятся, потому что есть влияние демонического мира. Это тоже духовный мир. Вы знаете, дьявол, он как бы монополизировал знания о духовном мире. Я вам объясню, почему. Если вы смотрите светские медиа, фильмы, книги, литература, как нам преподносится духовный мир? Это колдовство, астрология, что там еще, экстрасенсорика и так далее, и так далее, да? То есть дьявол показывает свою часть духовного мира. И люди в большинстве, в своем массе, они именно так и представляют духовный мир. Потому что они не слышат о Боге, они не знают о Боге, они не знают о другой стороне духовного мира. И они идут в другую сторону. И, конечно же, дьявол, как говорится, с одной стороны, он что-то дает тебе, но он у тебя гораздо больше забирает. И поэтому Бог хочет, чтобы церковь, то есть мы с вами, мы сами познали Бога, и мы говорили о Боге. Мы расширяли вот эти границы, которые очень маленькие у людей. Многие люди вообще представления не имеют о Царстве Божьем, они не имеют представления о Боге, кто такой Бог, где Он живет, как Его зовут, чем Он занимается. Но Бог и сказал, что вы призваны, чтобы познавать Бога и рассказывать о Боге. Конечно, наш ресурс не сопоставим, например, с ресурсами, средств массовой информации. Потому что те небольшие всплески истины, которые были до определенного года, я имею евангельских проповедников, и их сейчас практически нигде нет. Если есть на каналах, например, только православные. И то, даже если сравнить, сколько они вещают, и сколько идет сериалов, фильмов, от Гарри Поттера до Гарри Шмоттера, я не знаю, кого еще, то есть огромное количество, которое во всем мире выпускается, а Боге ничего там нет. Ничего нет. Если даже что-то есть, то верующие обычно какие-то с прибамбасами там. Ну, то есть над ними либо смеются, либо издеваются, а вот эти, они самые умные, они самые мудрые, они самые крутые. То есть мы понимаем, почему такая однобокость, почему такая пропаганда. Потому что враг боится, что истина она сделает свободными. И поэтому, прилагая все свои усилия, он держит людей во тьме. А написано, народ гибнет, когда он не знает, у него нет ведения, у него нет истины, и люди просто гибнут. Поэтому у нас, друзья, огромная миссия. У нас огромная миссия, потому что мир лежит во тьме, во зле. Но он сказал, что вы и свет этому миру. То есть Бог так запланировал в его мудрости, можно было сказать, Бог, ну почему же так, почему же так? А Бог говорит, именно так. И вы сможете это сделать? Почему мы это сможем сделать, друзья? Потому что так сказал Бог. Не потому что я вам так сказал, потому что так сказал сам Бог. А Бог, Он властелин, Он хозяин. Знаете, господин – это хозяин. Вообще мы живем на планете, которая принадлежит Богу. И не дьявол – хозяин земли. Не дьявол – хозяин здесь. Бог – хозяин. Дьявол незаконно украл это. Обманом. Своим мошенническим обманом. Он обманул человека, по сути дела. Человек согласился с этим маном, но его обманули же, правда? Ведь он сказал, вы будете как Бог. Когда он подъезжал к Еве, он говорит, да что ты, что ты, вам ничего не будет. Но вы будете. В нашей Библии написано, как Боги, да? Но в оригинале написано, вы будете как Бог, с большой буквы. Вот на что покушался враг, да? Покушался, чтобы человек не захотел быть под Богом, под его властью, под его покрытием, под его руководством, да? Поэтому дух бунта, независимости, это демонический дух. Это демонический дух. И вот этот демонический дух, он всегда старается направить нас от Бога подальше. Подальше и завести нас поглубже во тьму. Но, слава Богу, слава Богу, что то, что сказал Бог, то, что сказал Бог, оно исполнится. И смотрите, что написано в Евангелии от Марка, что говорит Иисус. Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего. Вас вообще радует это или нет? Знаете, было бы написано, вам не дано. Вы недоумки. Вам это ничего не дано. Но мне нравится, что здесь написано, вам дано знать тайны. Что такое тайны? Тайны. Вы знаете, что такое тайны? У вас есть тайны? Тайны. Или секрет, можно сказать, да? Мы больше употребляем слово секрет. Нет. У вас есть какие-то секреты? Или у вас нет ни от кого секретов? Я знаю, у каждого есть секреты. Будьте честными. Не прячь от меня свои глаза. Кому вы рассказываете свои секреты? С кем вы делитесь своими секретами? С кем? Я вас спрашиваю. С Богом. И все? Кто скажет, я уже с людьми делился. Я сказал по секрету только. Но, как говорится, по секрету всему свету. Поэтому многие люди обожглись, секретничать с кем-то, да, и уже только Богу рассказывают эти секреты. Но, вы знаете, у Бога тоже есть секреты. Или тайны. И просто так эти тайны никому не рассказывают. Тайны рассказывают особенно близким людям. Аминь. Тайны рассказывают тем, кому доверяют. И поэтому Бог говорит в этом случае, насколько ты близок к Богу, да? Насколько Бог доверяет тебе, насколько ты доверяешь Богу. Ну, знаете, у нас у всех есть замечательное обетование, что Бог открывает эти тайны. Аминь. И то, что мы здесь прославляем Бога, это только часть. Это вообще часть того, что Бог определил нам постоянно прославлять Его. Вы знаете, Бог для нас тоже много чего приготовил. Много чего приготовил. И это зависит от нас. Хотим мы принять этот подарок. Но если нам неинтересно духовное, Бог говорит, вы так останетесь в невежестве и в неведении того, что вы могли бы иметь. Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным. Парить, как птица в небе. Ощущать мир и искреннюю радость в сердце. И встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново. Последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения. Твори историю. Утверждай его царство. Зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля – привести свободу во все сферы нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова